Нет у меня достаточных каких-то емких и таких внятных эпитетов для того, чтобы хоть как-то попытаться охарактеризовать ее значение, влияние на меня, на мою жизнь. Правда, не знаю, рассматривала она меня с этой жизнью или нет. Вот. А я прикидывал втихаре. Ну, думаю, она же чем-то такая. Сложность сочиненная, очень, невероятно, какая-то искренняя, знаете, сохранившая вот эту преданность делу, какое-то поклонение к театру. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у меня в гостях советских киноактрис и ведущая актриса одного из лучших наших театров Московского академического художественного театра. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, Ирина Петровна. Ведь вы служите в Амхате порядка 50 лет. 50 и сезон, юбилейная цифра. Вот этот сезон 50. Вот послушайте, вот это что? Это консерватизм или верность такая? Я думаю, что это любовь. Просто в контексте вашей программы. Да, в общем, да. Я думаю, что мы самый лучший муж на свете. Это Московский художественный театр. Нет, муж пусть останется мужем. Для вас всегда было главным все-таки искусство или ваша личная женская жизнь? Как вы теперь ощущаете? Она, как правило, переплеталась. И, может быть, порой я ошибалась и обманывалась. По крайней мере, один вариант у меня так был в жизни, когда я обманулась. И думая, что вот творчество и вот это счастье творить вместе, и сразу же влюбленность, и кажется, что вот лучше этого человека на свете нету, в реальности, в реальной жизни оказалось, что это не совсем, по крайней мере, для меня подходящий человек. Я ушла. Поэтому иногда ошибаешься. Найти такую гармонию... Это очень сложно. Очень сложно. А возможно ли вообще? Как вам сказать? Иногда удавалось, минутами. И это было хорошо. Потом я понимала, что это невозможно. Потом я думала, что лучше всего быть одной, независимой. И абсолютно, как бы так, идти по жизни самой. Вы бесстрашный человек. А вот скажите, чтобы прожить все-таки счастливую жизнь, с вашей точки зрения, нужно довольствоваться малым или все-таки хотеть многого в этой жизни? Я всегда хотела многого. Наверное, поэтому много ошибалась. Потому что в этом поиске, в этом беге ты не радуешься тому, что у тебя есть. Это было вступление к нашему основному разговору. И мы начинаем нашу первую главу, которая называется «Она». Предлагаю послушать, что о вас говорят ваши коллеги по МХАТу. Кстати, все мужчины. Я очень рада. Нет, объясните мне, почему вы доверили говорить о вас только мужчины? Потому что я кокетка. Потому что я очень люблю мужчин. А вы считаете, что мужчины, они более совершенные, более объективные, чем мы, несовершенные существа? Я думаю, что в них нет момента зависти. Я думаю, что в них есть мужской ум, который мне всегда нравится, и точный подход к делу. Поэтому они могут оценивать другого человека с позиции уже каких-то знаний. Послушайте, как вас оценивает ваш коллега по МХАТу Игорь Верник сначала. А, горячий, так. Вот как сказать, восхитительная женщина и поразительная актриса? Или на первое место поставить актрису, потом женщину? Наверное, все-таки скажу, что невероятной какой-то харизмы, света, ума, красоты, понятно, женщина. Очень бесконечно талантливая. Как говорил моя мама, иногда в наших разговорах семейных, а я еще не очень понимал, что она имеет в виду, но сейчас-то я узнаю это абсолютно точно, настоящая женщина определяется по тому, какая она становится с возрастом. Мирщенко – это, конечно, женщина, который был в обмороке весь мужской, все мужское население страны, включая и коллег, и зрителей, и, понятно, и просто… В обмороке были? Люди, которые случайно видели ее или попадали в ауру ее обаяния и красоты. И вот кажется, глядя на нее, что все у нее потрясающе. Все у такой женщины потрясающе. Просто какая-то жизнь, не жизнь, а, понимаете, какая-то малина. Это не так. Красота и талант не обеспечивают счастья. И успех не обеспечивает счастья. Он прав в чем-то? Сейчас заплачу. Спасибо, Гарри. Знаете, вы спросили, почему я люблю театр, да? Ну вот мы с ним идем по жизни всю жизнь, только он моложе меня. Мы играли постоянно, часто. У нас были потери, болезни, беды. И мы выходили каждый вечер под этой командой и работали, зная друг про друга много. Но никогда не говоря об этом. Вот я это услышала первый раз в жизни. Понимаете? Но то, что он это знал и чувствовал, нет очень дорогого. Но он очень тонкий человек, мне кажется. Он изумительный человек, чудный поем. Еще один ваш коллега, актер вашего же театра, Игорь Меркурбанов. Интересно. Ирина Петровна потрясающая, просто роскошная, совершенно невероятная, юная, моя самая юная, самая отважная партнерша. Она моложе меня, она много. Она красивее, она профессиональнее, она умнее. Она безусловно такой женский шарм. Она божественна, она женственна. При этом она актриса потрясающая. Очень деликатная, невероятно трогательно нежная. Она на репетицию Ирины Петровны приносила всегда какие-то гостинцы, какие-то невероятные чаи, какие-то выпечки, какие-то конфеты, какие-то шоколадки. С ней действительно невероятно комфортно, невероятно легко, нежно всегда. Всегда потрясающе. И поэтому практически не бывает споров, конфликтов. Даже если ты в чем-то не точен, даже если ты не всегда соответствуешь, даже если что-то забыл, всегда найдутся какие-то правильные слова. А уж по поводу комплиментов и каких-то комплиментарных оценок, в которых мы все, как люди сомневающиеся, нуждаемся иногда. Тут Ирина Петровна ей равных нет. Она всегда и поддержит, и всегда найдет слова и уверенности, и в общем, будешь чувствовать себя прекрасно. Смотрите, сколько раз он повторяет слово нежность про вас. Это тоже вы слышите первый раз так? Первый раз. Заслуженный артист России Александр Семчев заканчивает ваш портрет, дорисовывает. Сыночек мой. Сыночек Тартифич, да? И муж, между прочим. Она чудная, она замечательная, она красавица, она ранимая, почти как ребенок местами. Она актриса, она тактична, наверное, во всех ее проявлениях. Она талантлива, в работу способна. Не знаю, в конечном итоге она уважаема, она любима. Она нежная. В общем, чудная она, одним словом. Да, это мое восприятие ее. с тех самых пор, как мы столкнулись в профессии здесь. Она играла мою маму. Ну, и, может быть, покажется странным, хотя еще и жена. Потому что играет мою жену. То, что такая нежная. я себя даже так и не ощущаю, как интересно. Забавно. Ирина Петровна, мне хочется начать разговор конкретно уже с вашей мамой. Она в какой семье родилась? Вот что это был за род? У нее был папа, который остался жить в старом осколе. Он занимался мукомольной промышленностью. Он был инженер. Матушка, она... То есть ваша бабушка? Бабушка, которую никогда не видела. Она умерла от Тифа в 12-м году. Или в 14-м. Вот когда Тиф был. Мама родилась в 12-м, значит, она еще была малышкой, она сразу потом умерла от Тифа. И мама была с еще девятью своими братьями и сестрами в этом старом осколе. И папа ее женился на другой женщине. И как она мне рассказывала, не взлюбил их маленьких особенно. И раздал в разные семьи. Мама там не могла находиться. И ее забрала потом старшая сестра, которая осталась здесь в Москве, на Зубовском бульваре. И вот мама была у нее, просто с ней жила. Потом она очень рано вышла замуж. А вот до этого еще. Ведь она начинала свою работу, как я знаю, в театре Таирова. Нет, она вышла замуж в 16 лет. В 16 лет? В 16 лет, она мне сказала. Она стала женой. И уже после этого. А как она поедет? Да, Москва же, она сразу пошла и поступила к Таирову. Это один из самых, я просто хочу объяснить тем, кто еще уже не помнит, о том, что Таиров это один из самых ярких и, наверное, таинственных режиссеров начала 20 века. И вот она была уже актрисой у него? Нет, там была студия. Она очень талантливая, она изумительно танцевала, она потрясающе пела. У меня есть полно фотографий, где она танцует. Потом она стала массовиком и танцевала очень много. Работала в колонном зале Дома Союзов на всех елках, на всех балах. Но, к сожалению, в 1939 году арестовали ее мужа. И она вынуждена была поэтом уйти. И тут же очистили с последнего курса. Но она дружила со всем своим курсом, но она не могла пойти в театр как приз. То есть вот до того, как она встретилась с вашим отцом, у нее был первый брак с человеком, который потом был объявлен, так я понимаю, врагом народа, со всеми последствиями, какие бывают. Или все-таки это ее как-то миновало, кроме отчисления? Вот ее миновало, я даже не знаю, как она мне не очень тут вот на эту тему. Я помню вечно это потому что рядом за стеной были соседи и всегда ни на какую тему, хотя в самом деле на какую тему помогли говорить. Но все равно лишний раз ничего. Как-то вот ее не забрали, потому что у нее был маленький сын. Единственное, что отобрали от трехкомнатной квартиры, две комнаты отобрали, оставили маленькую, самую крошечную комнату, девятиметровую ей, сыном. А кем был ее муж? И за что его арестовали? Она говорила... Он был известный военный начальник. Как говорили, как правая рука Буденова. Он организовывал все спортивные парады, которые мы видели на Красной площади. И вот как-то ее это миновало. Я не знаю почему. За что его арестовали? Она не рассказывала? Потом в 56-м году Рудик пошел получать бумагу, где было написано, что он реабилитирован, что это ошибка. Вы уже начали говорить о том, что у вас был, к сожалению, приходится теперь говорить, был старший брат Рудольф от первого брака мамы. Да, Руденька, мы родные. Мама жалела его из-за того, что у него жизнь началась так драматически? Нет. Вообще такого понятия жалости или чего не было. Вообще никогда. Она одинаково к вам относилась? Конечно. Конечно. Более того, ну конечно меня все больше любили, потому что она была маленькая. И Рудька меня прежде всего больше любила. Он на сколько старше был? На 8 лет. Это много лет. На 8 лет. Ну вот он стоит, красавец. Очень красивый. Очень красивый. Он в 16 лет пошел рядом в известие и стал учиться на шофера. Потому что он хотел зарабатывать деньги и помогать семье. Он видел, как мы бедно и трудно жили. Папа вернулся с фронта с туберкулезом. Его много раз с кровохарканем увозили с работы. У мамы было больное сердце. Я помню, я вызывала... То есть папа это отчим его? Да. Но он его обожал. И он его всегда... Он сын и все. Батя-батя. То есть никогда никаких не было. Мы жили очень хорошей вот такой единой семьей. И Рудик пошел шофером. Хотя умнее меня он был в миллион раз. Начитаннее меня в миллион раз. Он мог пойти в институт. Все время мама говорила, иди в институт. Мама ругалась. Но он, нет, я работаю. А чем тебе плохо? Я работаю. Он работал. А что случилось с ним все-таки? Насколько я понимаю... Страшно. Рак. Но кроме того, я не знаю, правду пишут или нет. Ну, была у него русская болезнь такая еще. Какая? Нет, я не знаю, что они-то пишут. Глупости. Он выпивал, как все. Нормально. Нет, 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 нет. Потом вставал и шел на работу. Нет, глупости. У него рак. Это уже я знаю точно, потому что я, простите, его спасала. Да, я поехала к Лопаткину, умолила его сделать операцию. Ему сделали операцию. Сначала он сказал, что он проживет полтора года. Но Рудик, он прожил шесть лет. Он боролся. Он уже уходил. Он умирал. И мы приехали к нему в квартиру. Вот были буквально два дня назад. Он еще разговаривал. Еще как-то так, ничего, ничего. Он знал, что у него рак, ничего, я у этого гада поборю. Сейчас я вот еще это лекарство выпью. Ничего, я его сволодаю. Так Рудик был настроен. Я приезжаю через два дня. Мы сидим, ждем. И вдруг он входит из коридора. И я его увидела. Это был ужас. Он молча прошел, лег, отвернулся и замолчал. Он все понял по моим глазам. И сколько не подходило. Ни мама, ни Аня белой укрой. Но Рудик, скажи что-нибудь. Я только молча его гладила по волосам. Как сейчас помню, какой-то шел прямо пар. Прямо горячее что-то выходило. И с головой. Он слова мне больше не сказал. Я поняла, что он понял по моим глазам, что это все. Так что иногда мои глаза мне обманывают. Вредят. Я бы сказала так. Вашего отца и отчима вашего брата мама ведь встретила во время войны. Так я понимаю. До войны. До войны. А кем он был тогда, когда они встретились? Он был каким-то... Папулька. Вот он уходит на фронт. Папуля был, значит, он каким-то комсомольским работником. Он на фронте потом был палит руком. И на лошадях скакал. И дошел до Берлина. Сияющий. Как увидел маму, это как она рассказала, он стал заикаться. Он так влюбился в нее сразу. И сразу же поженились. Они ровесниками были? Ну, мама 12-го года, а он 15-го. Ну вот говорят, что для счастья детям нужно, чтобы были счастливые родители. А их жизнь началась сомнегих, в общем, каких-то страданий. У мамы вот этот вот чудовищный арест ее мужа. У отца война. Вот что вы поняли в то время? Что жизнь – это борьба или что жизнь – это любовь? Нет, это любовь. Потом, знаете, наверное, от того, что мама так перестрадала, папа пришел и понимал, что без нее он тоже был беспомощен. Поймите, с одним легким, с туберкулезом, открытой формой. Все время кашляя, без конца боясь, что он не вернется с работы. Все мы переболели туберкулезом. В одной крошечной комнатке. Вы тоже? Понимаете? Как же вы думаете? Все. Поэтому мы были одно целое. Насколько я понимаю, что ваши родители не были счастливы вместе. Даже когда вы были ребенком, они хотели разойтись. Только лет. Они всю жизнь прожили вместе. И папа мне перед уже уходом сказала, что всю жизнь я любила только Катю. Но они прожили вместе до конца их жизни вместе? Нет. Потом они, когда уже я ушла, это уже было в 70-е годы, уже потом они как-то расстались. У мамы появился другой человек, и они разошлись. Это мы обсуждать с вами не будем. Вот. Но тем не менее, они оставались друзьями до последнего дня. Родители ведь дали вам очень хорошее образование. Опять, если мои коллеги что-то не путают. Это правда, что уже в детстве вы учили французский язык? Это правда. Это они не путают. Молитанцы, была скрипка. Значит, скрипка была в 6 лет. Меня отвели в Гнесинское училище. Это совершенно замечательное училище. С 6 лет учат французскому языку. Это в этой же музыкальной школе? В этой же музыкальной училище. Это называлось музыкальное училище именно Гнесиных. Такое ощущение, что у них был какой-то четкий план на ваше будущее. Только я не поняла, какой. Они хотели, чтобы вы были такой хорошей, настоящей невестой или мама каким-то образом хотела реализовать свой план несостоявшейся актрисы? Значит, про невесту и жену никто не говорил. Вообще? Вообще. Но это была мамина мечта, чтобы вы были... Папа мечтал, чтобы была хирургом-врачом. А мама? А мама, конечно, хотела, чтобы была актриса. Я мечтаю быть балериной, прежде всего. Обожала балет. Я знаю, что ведь вы пытались поступить в студию Большого театра. Да, да. Не приели. Не поступил. Почему? Сердце. А потому что я, во-первых, мало гнулась, как ни странно, вот все вот как-то движется, а вот позвоночник, вот теперь он мне дает знать. Я теперь понимаю, что правильно они сделали. То есть они сразу увидели. Они сразу увидели. Да. Но вот такие события, вот они все-таки, как мне кажется, это какие-то первые, такие достаточно жесткие уроки жизни. Вот фактически вас в Большом театре, если можно так сказать, отбраковали. Вот это было для вас очень болезненным событием. Это не ударило по самолюбию. Это, в общем, первый неуспех. Тогда мне все было легко. Мне казалось, что все впереди, вся жизнь впереди, что все будет, все идеально. И более-то мне всегда казалось, что жизнь бесконечна. Что все родные будут бесконечны со мной. Что все бесконечно. Такая лукость. Сейчас вот к прозе жизни. Вот не увидеть свою фамилию в листе распределения ролей в театре. Это болезненно? Нет. Никогда? Никак вообще. Как это может быть? Это надо в себе или воспитать, или повернуть угол зрения. Значит, нет сейчас роли, которая подходит мне. Все. Я очень рада, что будет играть Иванова или Сидорова. Ирина Петровна. Клянусь вам. Вы не можете верить, да? Я не верить, хотя трудно, правда. Потому что это актерская природа. Нет, актерская природа другая. Нет. Вот если мне дают работу, я начинаю ее делать, и потом она мне не получается, мне скажут, Ирина Петровна, вы не можете, иди отсюда. Вот это для меня будет шок. А в школу-студию МХАТ вы сразу поступили? Сразу. Но вообще вы были такой московской, хорошо воспитанной, домашней девочкой, когда поступили в МХАТ. Однокурсниками у вас были нормальные отношения? Хорошие отношения со всеми. Но ведь многие из них, как я понимаю, приехали из других городов. Они жили в общежитии. Конечно. Они впервые почувствовали самостоятельную, какую-то отдельную жизнь, и вот это вот сладкое слово свобода. Они, вы для них были своей, или все-таки чужой? Не знаю. Я всегда, конечно, была такой белой-белой вороной чуть-чуть. Потом я сразу же на первом курсе вышла замуж. Да, вот сейчас мы дойдем до этого. Но у вас была общая компания? Они вас принимали в это? У нас не было компаний. Не было никаких? Мы учились, мы работали. У нас был суперкурс. Мы работали с 9 до 12 профессионально. А кто на вашем курсе? Меньшов, 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 Ася Вознесенская. Много было замечательных организаций. Витя, Вишняк, но они уже упоминали. Но неужели не было компаний? Неужели не было совместных каких-то, не знаю, вечеров? Каких вечеров? Каких? Ну каких? Какие у нас всегда бывают? Это у вас бывали. На факультете журналистики. Я не знаю, что у вас бывало. Мы заканчивали, я заканчивала институт вот в 11 вечера. Каждый день. Рано утром обратно. А как отнеслись те, с кем вы учились, когда, по-моему, на втором курсе вы получили большую роль вот в нашем замечательном, фактически, культовом фильме «Я шагаю по Москве»? Нет, это было все не так. Я снялась на первом курсе. Это на первом? Тихоя. Слушайте, неужели они вам не завидовали? Что вас сразу узнала вся страна, что вас она приняла, и что зрители вас полюбили? Нет, я думаю, что я этого не видела. А как вы вообще относитесь к зависти? Потому что зависть, как мне кажется, это все-таки какое-то подтверждение нашей... Или это подтверждение нашего превосходства все-таки. Зависть – это подтверждение нашего превосходства. Над чем? Над кем ты? Над чем ты? Над обстоятельствами? Наоборот, я думаю, зависть – это ощущение своей ущербности. Почему? Потому что ты завидуешь... Ну, значит, ты что-то делаешь лучше, чем другие. Нет. Как? Если ты завидуешь тому... Нет, если вам завидуют. Это слишком умно для меня, для блондинки. Знаете, я про это вообще не думаю. У меня столько проблем других. Вы понимаете, Кира, я по сегодняшний день все время живу, как будто вот только все начинается завтра. Это ужас. Сил не хватает. Здоровья не хватает. А у меня все время проблемы, планы, все что-то я должна, я все это слово должна, оно у меня вот тут висит в мозжечке. Вот с этим я так живу всю жизнь. А если вам завидуют, это в какой-то степени... Да нормально, ну пусть завидуют, я пошла дальше. Вы понимаете, я не думаю про это. А вот чужая зависть, она все-таки поднимает нашу самооценку? Она снимает вам энергию, надо срочно святой водой обмыться и помолиться. Вот это главное, что нужно сделать. Если ты чувствуешь, что это так, и пожалейте этого человека, который вам завидует. А вам важно чужое мнение о вас? Конечно. 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 Более того, мне всегда... Вот они, видите, все трое, говорит, ранимый, да? Откуда это? Я могу очень расстроиться, если меня обидят, и я вижу, что я... Вы обидчивый человек? Да, я вижу, что я не нравлюсь. Я начинаю дергаться. Сразу же. Начинаю что-то не так делаю. Все. Мне сейчас же срабатывают мои комплексы. Не то, что он плохой на меня плохо смотрит. Я понимаю. То, что вы плохая, кажется. Да. Вот, понимаете? К сожалению, так у меня зациклено. Может быть, это из моего бедного детства. Может быть, хотелось всегда вырваться, прорваться. А когда вы поняли, что вы можете вызывать... Все равно, конечно, это было. Не только профессиональную такую зависть, но и женскую. Когда вы поняли, что многие завидуют тому, что вы красивая? Ну, это было давно. Я к этому привыкла. Это было давно. И всегда... Ну, посмотрите. Понимаете, это советское время, это очень давнее время. Ничего в магазинах не было. Ну, я всегда старалась выглядеть хорошо, быть причесанной, ухоженной. Всегда прекрасно одевалась. Куда бы мы ехали за границу, давали нам крошечные, суточные, но все равно я умела, исхитрялась, купить всем подарки, обязательно какую-нибудь штучку себе выглядеть. Тогда только появилось это слово «сейл», которое я узнала, и вдруг вижу, оба, и там что-то такое, есть что-то, которое подходит, по деньгам совпадает, нормально. И все равно, что-то должна прийти, или какая-нибудь шляпа из Польши я приехала, я помню. А, все балдели, у меня была красная шляпа сумасшедшая. Но это приятно, когда немножко завидуют. Нет. Мне приятно, когда мной восхищаются. Не завидуют, а восхищаются. Почти все, в том числе и я, всегда вас видели только блондинкой. Но судя по фотографиям, и вы сказали, что вы... А, вот. Вот я как-то коричневая, с такими волосами. Вот когда и в связи с чем вы вдруг стали блондинкой? Значит, очень все просто. Сейчас все расскажу. Когда я поехала первый раз на фотопробу на Мосфильм, это еще я была, жила с мамой, с папой, с братом. Вот. И мама говорит, ну что же это такое? Это такое прямо темное. Давай-ка. Развела ромашку. И вот тут она мне вот этой ромашкой вот эту вот часть мне выбелила вот так, высветлила немножко, чтобы у меня были такие пряди, то, что сейчас называется милирование, да? Это ромашкой мама делала. И как-то так и посветлела. Первая у меня краситель была, мамуля. Вот мама первый раз сказала вам о том, что лучше быть блондинкой. И вы ее послушали. Да, она понимала, что для камеры это нужно. Я не могу сказать, что я всегда слушала ее. Очень жаль. Поэтому она делала очень много ошибок. Я всегда с ней советовалась. Ближе ее и роднее. У меня никого ни на свете не было. Всегда? Всегда. Я от нее не скрывала ничего. Даже если я пыталась скрыть, то она вот так... Иди сюда. Она по глазам понимала. Она властная была женщина? Да, властная. Мама ведь прожила долгую жизнь, да? Она жила с вами всегда? Никогда. Она всегда жила одна. Более того, она никогда не хотела ко мне. И когда она уже болела, говорю, мамуль, давай я тебя заберу к себе. Вот тебе вот любая комната, какая хочешь, вот тебе... Нет, нет, нет. Пока не надо. Она гениально говорит. Пока не надо. Вот когда станет совсем плохо, я тебе скажу. Но это совсем плохо не стало. Потому что она сломала шейку бедра. И когда я рыдала там, ходила, они говорят, ну что вы рыдаете? От шейки бедра никто, словно, не умирает. Умирают от другого. Она и умерла от другого. Потому что они ей отказались сделать операцию. Из-за головы, к сожалению. Потому что она теряла память. Вот. Поэтому, говорит, мы боимся. Потому что мы не знаем, как она перенесет наркоз и как она будет выходить потом из этого. А мы на себя такой грех не возьмем. 21 день, и они ее тянули и делали все. И она уходила, я бы сказала так, не чувствуя боли, прощавшись со всеми. Более того, я даже привезла священника. Он ее соборовал. Буквально за несколько дней я ее помыла головку, ее постригла. Она говорила, ой, как красиво, как хорошо. Так она уходила. И в последний день, вот до ее ухода, она замолчала. Я уже сидела около нее, и мне уже все говорят, Ирина, ну, отпустите вы ее. Вот как только я сказала, отпускаю, в 7 утра ее не стану. Все. Конечно, в этот момент ты понимаешь, что ты, ну, осиротел. Ты перестала быть чьей-то дочкой. Ты стала одна. Оставим эту грустную тему, и все-таки вернемся к реалиям вашей жизни. Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж за драматурга очень яркого, известного Михаила Филипповича Шатрова? Шатрова, да. Значит, мне было, сейчас 42-й, 63-й. Ну, 21-й год, 20 лет. 20? Не 18? А мне казалось, что вообще 18. Что-то как-то я... Чего, я читала, что... Мне тоже так казалось, что да, да. Знаете, уже тут уже, я же блондинка. Я уже так, что-то мне это в памяти уже тут все... Мне казалось, что мне было 18, что 18 лет взяла и ушла. Так, 42 плюс... Ну, сейчас вот, понимаете, перед всеми зрителями вы меня ставите в неловкое положение, приходится говорить совсем всю правду. Черт возьми, 42 плюс 18, это сколько будет? 42 плюс 18? Это будет... Понятно. Я не блондинка, я... 52, это 60. Вот в 60-м году... Правильно. Я в 60-м году с ним познакомилась. То есть вам было 18? Да. Подождите, а когда же я поступила в школу-студию МХАТ? Ну, конечно. Я закончила в 65-м минус 4 года. В 61-м году я поступила в школу-студию МХАТ. Мне было 18-19... Почти 19 лет. Когда вы... Правильно, я сказала. Ну, вот. Ну. Что-то я как-то себе преувеличиваю в возраст, товарищи. Так нельзя. Не надо, да. Не надо нам преувеличивать. Не надо, да. Там и так уже тьма, 100 лет. Уже ужас. Хорошо. Правильно, 18 лет. Я с ним познакомилась, и вот мы как раз встречались, и потом я сразу же вышла замуж. Драматорг Михаил Филиппович Шатров. Он личность ведь легендарная. Да, он очень интересный человек. Это настоящая его фамилия Маршак, и он был родственником Самуила Яковлевича Маршака. Да, и поэтому он взял себе псевдоним, потому что сам Маршак, Самуил, сказал, что нет, я не хочу, чтобы был второй Маршак. Потому что он стал печататься. Он стал тоже драматургом, писателем, он стал писать. Он говорит, нет, 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 тогда бери псевдоним. И он взял Шатров. Да. А правда, что его отца расстреляли, а мама была арестована? Да, да. Это тоже правда. И правда, что его матушка сидела в лагерях. Вот все-таки расскажите, как школьница тогда, которая была, я так понимаю, вот в студии... Ученица в его институте. Значит, смотрите. Значит, я заканчиваю 10 класс. В это время дается объявление, что театральная вечерняя студия при театре Ленкома, который руководит Владимир Андреев, Михаил Шатров и Владимир Ворошилов, набирает студентов. Я пошла туда поступать 10-классницей. Прихожу, прохожу, читаю, читаю, меня принимают. И вот Мишу я узнала оттуда. А ему, он был гораздо старше, да? Ему было почти... Он был на 9 лет всего старше. По сегодняшним меркам вообще ничего. Но мне казалось тогда, что он уже был совсем взрослый человек, я его боялась, уважала. Старый или взрослый? Нет, взрослый. Нет, я никогда про Мишу так не скажу. Он никогда не был старый, он был абсолютно мальчишка. Абсолютно мальчишка. А вы тогда уже о нем знали? Ну, я знала, что есть такой драматург и руководитель. Все, больше ничего. Более того, мне вообще было тогда не до каких были любовных и вообще историй, и я про это вообще не думала. Я мечтала только об одном, стать артисткой. Это безумно, может быть, смешно сегодня звучит, но у меня совершенно были какие-то другие цели, другие планы, другие интересы. Ирина Петровна, но все равно в 18-е лет вы вышли замуж за него, хотя цели были... Ну, как ты это сам? Для этого надо было сначала... Он начал за мной ухаживать. То есть у него это была любовь с первого взгляда? Думаю, что да, потому что, знаете, он так аккуратно-аккуратно... Я не помню, каким образом меня первый раз пригласил куда-то в театр. Хочешь пойти посмотреть премьеру? Хочу. Ну, пошли. Пошли куда-то смотреть спектакль. Он меня стал возить по театрам, по выставкам. Он меня пригласил в совершенно фантастический ресторан со своим другом. Никогда, кстати, вдвоем, всегда с кем-то, которым я в жизни никогда не была. Я увидела какой-то другой мир. У меня рот открывался, глаза открывались. И более того, они меня очень как-то тепло просто принимали. не то, что вот привели там невесту и что-то. Он был женат тогда уже? Нет, он абсолютно был свободен. Он разведен был? Он абсолютно был свободен, был в разводе. У него была девочка-дочка, которой он помогал, а потом мы помогали вместе, платили алименты. Он с первого дня мне сказал, Ира, знаешь, вот у меня... А вот все-таки первоначально, что у вас было больше? Это была тоже любовь, это была страсть или такое полудетское восхищение? Эти два слова пока тут не принимали участие. Нет, нет. А уж особенно страсти, это вообще я еще даже не очень этого всего понимала. Я думаю, что мне было не до этого. Интерес? Мне было очень интересно, очень тепло и, знаете, хорошо. Вот я из семьи, где был папа, брат, я как-то перекочевывала в какую-то другую семью. Вот так. Может быть, даже брату он не очень нравился. Папа, вежливый человек, молчал. Потом, говорит, он очень умный, деликатный человек. Маме он очень нравился. Он сам решил прийти к вам или к вам? Он просил руки у мамы. Не у вас? Нет, у мамы. О чем вы говорите? Нет, как он сделал предложение? У мамы пошел к маме официально все. Ну, как вы думаете? И как они отнеслись все-таки? Разница большая? Девять лет? Девять лет. Ну, в то время? Ну, конечно, это, в принципе, была большая разница. Но они понимали, что я иду в мир искусства к хорошему, порядочному человеку прежде всего. Вы знаете, меня больше всего тогда смущало. У него был волосы бобриком, такие, серые с проседью. Ему было 29 лет всего. Понимаете? Этот момент, когда мы расписывались. Я говорю, а почему сетые волосы? Ну, потому что он очень страдал от того, что мама сидела в лагере. Он пошел в строительный институт специально, потому что там была стипендия и давали одежду, форму, чтобы экономить на этом. И было общежитие. И все стипендию, всю стипендию он отсылал матери. Он мне это все рассказал. Я поняла, почему седой. Я поняла, что это за человек. Это человек слова, это человек очень порядочный, это человек сердечный. прекрасно. Но вообще, когда взрослый мужчина женится на молоденькой девушке, как правило, он пытается из нее лепить каким-то образом свой идеал жены. Уже вот имея все-таки неудачный опыт предыдущего брата, Михаил Филиппович пытался из вас вылепить идеальную для себя жену? Нет. Он говорил вообще потом всегда, что я идеальная жена. Он даже в конце дней, вот когда он же был такой, лучшая жена у меня была Ирина. Но он не пытался изменить что-то в вашем характере, в ментальности? Он меня научил делать все самой, к примеру. То есть? Я начинала сниматься. Надо ехать, брать билеты в Ленинград. Ну, я видела, что он, у него полно друзей, администраторов, театров. Говорю, Миш, ну, может быть, тебе вот Дмитрий Самович сделает для меня хороший билет? Он говорит, конечно, Дмитрий Самович для тебя сделает все, что хочешь. Ириш, попробуй это сделать сама. А почему? Да, вот я хотела спросить. Да. Когда меня не будет, ты должна уметь делать все сама. Это был такой альтруизм и любовь к вам? Я думаю, что это он очень боялся умереть. Как ни странно. И никогда не забуду, я однажды прихожу, его нету. Где ты? Где ты? Слышу только стон. А лет всего ничего. Понимаете? Лет немного. Подумайте, если 29, уже 33, 34 года, ну это вообще молодой человек. Он летал, прыгал, он так смешно танцевал. раз был длинный коридор, вдруг бежит. Как-то нормально, он был нормальным. Вдруг он сидит, и говорю, что такое? Белый, как стена. Что такое? Голова кружится. Неплохо. Я тут же достала валидол, ему чего-то, валидол, тут же чай, что-то. Что такое? У него были спазмы головного мозга. Он работал с 8 утра, машинка, я прихожу вечером, машинка, слышу в кабинете, работал все время. У него были одни неприятности. Не принимали его пьесы, запрещали его пьесы, все боялись, что его исключат из партии. У него был период, когда вот мы жили, у него все были одни неудачи. У меня же шла самая работа, карьера, вверх, вверх, вверх. А он работал в стол. И он мне это говорил. Говорит, ты понимаешь, что я должен платить алименты? Он платил, сейчас, помню, 200 рублей каждый месяц. Вся практически его зарплата. Ничего страшного. Я начала и работала с первого курса. Но он, видно, это очень переживал. Но вообще, мне кажется, вы очень ведь независимая женщина. По сути своей. Ну, наверное, да. Наверное. А вот мужчина может раздражать то, что даже любя, женщина остается личностью независимой? Ну, для другого человека, по крайней мере, не для Миши. Это его не раздражало? Нет. А вы могли посягать на его отдельную жизнь? Ну, если он делал что-то не так, а он иногда делал что-то не так, тогда я могла сказать, что так нельзя. А что не так? Это уже наше. Его уже нет. Царство Небесное. Мы не будем над всем говорить. Вы никогда не чувствовали еще в школе-студии, что статус замужней женщины все-таки иногда вам и мешает? Или вот ощущение замужней женщины, оно дает уверенность и чувство защищенности в большей степени? Да. Поначалу особенно. Знаете, все-таки, наверное, нельзя забывать, и я сейчас могу анализировать, и в этом вопросе достаточно откровенно вам это говорю, все-таки я из очень скромной семьи из девятиметровой комнаты, просто чтобы как-то понимали, да, мне нужно было выбиться в какой-то другой мир. И как только я поняла, что я с ним, и что со всех сторон у меня вот тыл, он это сделал феноменально мягко, деликатно и легко. Я понимала, что у меня есть Миша по любому вопросу. Вот очень скоро вы уже сами начали говорить об этом, ваша популярность, она и возможности заработать, она перекрыла, наверное, все-таки его творческие успехи, потому что у драматурга, согласитесь, меньше шансов быть узнаваемым и обожаемым и обожаемым Если ты уходишь после фильма, скажем, и знали только в лицо, меня стали все узнавать. Конечно. Он это понимал сразу же. А вот не эта смена ролей вот каким-то образом стала, ну, может быть, началом кризиса в отношении. Может быть, чувствовать, что я, наверное, скоро вырвусь из этого мира и из этого дома какой-то другой. Но вы легко нацеленный на успех, на славу, на работу, такой трудоголик, вы справлялись вот с такой простой бытовой жизнью? Предположим, он приходил, а он и не приходил, он был дома в основном, да? Вы готовили ужин, вы стирали рубашки? Значит, во-первых, писателям в то время полагалась домработница атлетфонда. Она проплачена была. С нами жила Лизочка, она жила на кухне. Но я умела все. И стирать рубашки, и самое потрясающее, их крахмалить, надо это уметь, и отпаривать их так, чтобы они прямо стояли под галстучкой, чтобы здесь не было никакой полоски. Это вы делали? Я делала. Это делала. Не домработница? Поначалу не было. Значит, все делала я. То, как я готовила, значит, потом приходили все его писатели, значит, Аркаша Вайсберг, его друг, значит, Лев Устинов, его друг, заходил Едик Радзинский. Они заходили. Значит, я с утра уже нажарю котлеты, вечером прихожу, их нет. Все, ничего, Боречка, все съедено, все. Миш, как? А мне? А, Ириш, все, я буду откладывать. Ну, ребята, пришли, я охнуть, не успел, все так вкусно. Все, давай сейчас тебе что-нибудь приготовлю, говорит Миша. А он умел готовиться? Нет, конечно. Это у него был порыв. Так, все ясно. Сама что-то там иду сваргать. Спать утром обратно. Я все умела делать. И знаете, так что он никогда не был с точки зрения понятия жена в этом смысле обделенным. Даже когда появилась домработница, надо было ее обучить, готовить так, как он любит. А кто был более семейным человеком? Вы или он? Оба мы были очень семейными. Семейными. Он никогда не давал вам поводов для ревности? Давал. Увы. Да, бывает. Как ни странно. Ну и я потом, к сожалению, видите, ушла. Так что бывает все. Вы сказали как-то своей подруге, что вы никогда бы не простили измены. Вот если бы вы узнали... Знаете, это уже такой молодежный максимализм. Сейчас мне это уже даже немножко смешно. вот. Я так делала, я не прощала. Но если бы вы узнали, что у него какое-то увлечение, вы бы ушли от него сразу? Ну, наверное, да. Даже пыталась. Но потом все как-то так обратно все вернулось. Нет, вы знаете, ну, сейчас с позиции сегодняшнего дня я могу сказать, что, может быть, была ошибка, что я вообще ушла. Может быть, мы с ним прожили бы вообще всю жизнь. Но при этом я бы не узнала так много для себя открытий и нового, и других встреч, и других возможностей, и вообще всего другого. Понимаете, тут трудно что-либо сказать. Но все-таки вот этот первый опыт семейной жизни, он дал вам понимание того, что замужество, как и искусство, требует жертв. Что есть повседневные жизни, часто утомительные, неинтересные, от которой устаешь. И что, в общем, забота от мужа это тоже, в общем, составная часть этого счастья. Ну, я бы так сказала, что не столь это. Мне он дал огромный опыт, что совместная жизнь это хорошо, но у меня возникало и что, и так вот навсегда? Вот такое возникало. Вот эта мысль мне не очень нравилась. Как вы думаете, Михаил Филипповичу трудно было с вами? Думаю, что нет. По наблюдениям Игоря Верника, вашего коллеги, ему кажется, во всяком случае, что не любому мужчине можно быть рядом. послушайте. Так, интересно. Кажется, она такая женщина, которая, мне кажется, слишком много дает мужчине. Он сначала обалдевает от счастья, что владеет всем тем, что он дает, потом немножко теряет ориентир, теряет, так сказать, почву, потеряет просто ощущение реальности. захлебывается в этом и тонет. Я так думаю. Мне это такое мое представление. Я думаю, что Мишичанка так же неистово любит, как я имею в виду, в жизни, как неистово любит ее героиня на сцене. Думаю, что чтобы так любить на сцене, нужно знать, что это такое, быть такой. Я думаю, что мужчину всегда могут пугать такие женщины. Мужчина же всегда хочет быть сильным. Мишичанка с ней, я думаю, сложнее. Это счастье быть рядом с такой женщиной, но это ежедневная работа, серьезная, большая. Слушай, какой он умный, а? Ну, прям сил нет. Игорек, молодец. Он правильно вас прочитал? Вы задавали мне вопрос. Любовь, страсть. Я не испытывала в этот период какой-то безумный. В период жизни Шатрова? Да. Ну, просто своей семейной жизнью. Это была нормальная, спокойная, нормальная семейная жизнь. Я только вырвала, слетела на эту съемку. Но при этом я играл уже в театре роли, которые требовали супер темперамента, супер тайны, супер и внутренний какой-то и секса, и умения любить и так далее. Превращаться в такую женщину, а это не могу сказать, что эта женщина, это я. Это я вошла в нее. Я ее создала. Вы прожили с Шатровым, по-моему, 12 лет с Михаилом Филипповичем, да, примерно? Это, в общем, долгий строк, и любовь, как правило, со временем, она трансформируется, она превращается в какие-то другие чувства. Иногда это в уважение, благодарность, иногда в усталость, равнодушие. Вот какие чувства к мужу превалировали в вас, когда вы все-таки решили расстаться? Значит, здесь остается другой момент. Я бы поставила вопрос, к сожалению, по-другому. Никакие чувства я испытывала к нему, а какие новые чувства я стала испытывать к другому человеку. Понимаете? Понимаю. Вот совершенно как, знаете, как удар, потому что началась другая работа, другая жизнь, другие мечтания, другие цели, другие планы и другой человек, который все это воплощает. Я понимаю, что мы перешли к разговору о фильме «Это сладкое слово свобода». Вот к этому периоду. Я начала сниматься в этом фильме. Я понимаю, вам очень хотелось сыграть эту роль. Не понимаю, почему. Вам тогда уже нравился этот человек? Нет. Я вообще его не видела, не знала. Я начала сниматься в этом фильме. Это шло довольно долго. Это был какой-то сумасшедший дом. У меня вся жизнь была вот эта съемка. Потом Чили, потом Мосфильмовский павильон и потом, конечно, другое увлечение. Желакевич. Послушайте, вот на вашем месте царство и небесное сидела Елена Васильевна Образцова, наша великая певица. И она рассказывала о своей любви к Альгису, Журайтису. И она говорила, что они же тоже знали друг друга. И то, что с ними случилось, она называет амоком. Когда это какое-то любовное безумие. Когда она ушла от своего мужа, хорошего, замечательного, который ее любил. У вас история немножко похожа на это? Нет. Нет. Это не было амоком? Ни тогда, ни потом? Нет. Нет, это было немножко другое. Вы знаете, здесь здесь сработало еще пара факторов очень сложных. Время, в котором мы жили, пара организаций, которые существовали. Да, конечно, началась, наверное, начался роман, и он зиждился прежде всего на вот на каком-то одном дыхании этой работы. но когда работа стала заканчиваться, так сложились обстоятельства у него. Он уже разводился с женой. Группа это знала, он все время жил в Москве. И тут такая создалась ситуация, там проблемы стали приписывать так много значимости нашим отношениям. А они не были значимыми для вас? Они были очень значимы с точки зрения больше творчества. Но я не хотела уходить от Миши. Я не могла уходить от Миши. Так сложились обстоятельства, что в результате вся Москва об этом стала знать. и у меня в театре были написаны письма кое-кем. Подметные? Да. И в Масфильм, и всюду. И уже дома у меня, и что делать. Знаете, уже как-то надо было выходить красиво из этой ситуации. Я понимала, что это было бы правильно выйти нормально, уже как-то так достойно, чтобы эти отношения оформить. Мы это сделали. Я-то думала, что это действительно виновата любовь, если, может быть, вообще любовь когда-нибудь виновата. Да, наверное, наверное. Это любовь к Виталутасу. Да, конечно, она возникла, и здесь она была переплетена не столько даже уже реально к нему, сколько к понятию кино, которое он мне открывал. Ведь он снимал меня в этой роли. Он потом снимал меня в аварии. У нас было столько планов. Он столько хотел именно со мной строить свой мир кино. И мне это было безумно интересно. Я понимала, что мы идем в какое-то другое плавание. То есть была до этого жизнь одна, а сейчас я иду в какое-то другое плавание с этим человеком. Более незначимо, что наконец вот этот твой олимп, куда ты так стремилась, вот ты на него всеми двумя ногами вступила. Конечно, это ошибочное все впечатление. Это иллюзия. Теперь вы воспринимаете это. Ну, конечно. А в этот момент это все несло, катило. Знаете, ты летишь по жизни, кажется, что так будет всегда. Что будет все так легко, радостно и потрясающе впереди. Вам легко было сказать об этом Михаилу Филипповичу? Это было невозможно сказать, он об этом сам узнал, в общем, так как-то мы уже разговаривали, и он говорит, я тебя понимаю. Он так сказал, я тебя понимаю. Иди, давай. И он не пытался вас удержать? Нет. И вам не хотелось, чтобы он боролся за вас? Мне так было, конечно, легче, что он так вот реагирует. Поэтому он повел себя как очень близкий родной человек. И он говорит, я понимаю тебя. У тебя открывается совершенно другой мир. Давай, 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 давай. И тут же у него возникла какая-то девушка. И как-то я переехала сначала к маме, то смотрю, выхожу на Тверскую, он идет с какой-то очень красивой девушкой. И как-то так мы так все поздоровались. вам было больно это видеть? Это было мучительно. Мучительно для вас это было видеть? И для меня, и для него, конечно, это было очень трудно. Это вообще, думаю, что вот так люди расстаются с этим мучительно. Но незабываемо хорошо с человеческой точки зрения. Михаила Филипповича Шатрова уже очень давно нет. По-моему, он в 2000 году ушел из этой жизни. Вы часто его вспоминаете сейчас? Очень часто. Вы можете сказать, чему вы обязаны и за что вы ему благодарны? Я ему благодарна навсегда тому, чему он меня научил, какие качества человеческие он привил, я бы сказала так, потому что он больше всего на свете ценил порядочность, честность, дружбу и высоту отношений. Я благодарна его порядочности в то, как мы расходились. В то, что он мне дал жилье сразу же. Потому что в театре мне не дали даже комнаты и общежития. Он сказал, вопроса нету мы делим. я сразу же стала независима. Но вы стали независимой, но вы стали... Уже ни от кого. Ни от того, ни от другого. Все. Но вы же вышли замуж официально за... Вышли через полгода. А вы понимали, что у вас замечательная пара, талантливая, востребованная актриса, талантливый, авангардный режиссер. Да. Вы думали, что вы будете всегда вместе? Думала, да. Но как только началась семейная жизнь, которая меня не стала устраивать, абсолютно... Почему, Ира? Нет. Все. В жизни это совершенно другой человек. И для меня сразу же ни семья, ни муж, я ничего не хочу. Взяла сумку и ушла. Буквально через полгода я понимала, что я не могу. Вы знаете, вы задавали очень интересный вопрос. И сейчас у меня действительно воспоминания захлестнули. У меня там была семья с Мишей. Вот там я была жена. А тут я была кинозвезда, актриса. понимаете? Это разные вещи. И более того, столько вокруг страданий с его стороны и семьи. Я, конечно, очень... Мне теперь очень больно и горько, что столько страданий принесли и той стороне, и Миши. Я для себя четко поняла на всю оставшуюся жизнь, что никогда на счастье, на несчастье других ты никогда ничего не выстроишь. это невозможно и ничего из этого не получится. Но вы пытались... Надо было вовремя, конечно, остановиться. Теперь я это понимаю. Но тогда это уже было сложно. Вы ушли, насколько я понимаю, в никуда. У вас никого не было, и вам около тридцати, и вдруг вы впервые остались... до сегодняшнего дня идти по моей личной жизни. Может, о чем-то другом поговорим, Кирочка, я вас умоляю, я больше не хочу. У меня было два официальных мужа. Все. Я о них рассказала. Здесь есть один момент еще вот какой. Знаете, я не очень люблю рассказывать о своих... о своей любви, о своих любовных отношениях с людьми, у которых остались дети и жены. Понимаете? Понимаю. Хорошо, если мы гипотетически немножко уже к концу передачи поговорим. Вы умеете терпеть и прощать? Вот терпимость друг к другу, она появляется от чего? От любви, от мудрости или все-таки от безразличия? Наверное, все-таки, наверное, от мудрости, которой у меня не было. Наверное, от... все-таки от детей, которые должны быть в семье, а у меня этого не было. и это мне давало право разворачиваться и уходить. Понимаете? Потому что если бы у меня был ребенок, это было бы совершенно по-другому. По-другому, может быть, я и театр в бок отвела бы, понимаете? И все свои увлеченности, влюбленности в этот момент оп, стоп, вот это. Но этого не было, поэтому мне хотелось или так, как мне хочется по моим мечтам, чтобы было счастье. Или совсем никак. Вот у меня такое ощущение, что всю жизнь мужчины вас завоевывали, а не вы их. И, может быть, поэтому вы достаточно как-то легко с ними расставались, потому что то, что дается с болью, с трудом, с каким-то унижением, очень трудно потерять. Наверное, но я не могу сказать, что я кого-либо из них завоевывала. Да, это правда. Этого не было. Этого не было. Наверное, все-таки инициаторами были они. Да, Какая вы мудрая. Что вы говорите? Да что вы говорите? Тут, так под старость лет глядишь и узнаешь кое-что про свою прошлую жизнь, которую уже никогда не вернуть. Знаете, я очень люблю эти разговоры и стараюсь от них уходить. Знаете, почему? Это же невозможно уже вернуть. Вот если бы это вернуть, я бы мечтала вернуть. Я бы все, может быть, по-другому построила. А вообще одиночество это для вас синоним какой-то независимости или незащищенности? Наверное, второе, конечно. Второе. И вот ты испытываешь все вот эти жуткие чувства, когда тебе плохо. Потому что когда ты в работе, когда ты с людьми, когда ты вроде как нормальная, этого нет ощущения. А когда ты вдруг понимаешь, что ты не можешь, и тогда начинаешь задумываться, и тогда нужно срочно снять трубку, кому-то позвонить и быть не одной. Оглядываясь назад, скажите, все-таки кто из любимых вами мужчин был? Вот теперь вы ощущаете главным вашей жизни. Я так не могу сказать. Давайте мы эту программу сделаем попозже. То есть все у нас еще впереди? Ну, конечно. Хорошо. У нас был совершенно замечательный вечер. Делала Марина Брусникина роскошный киноконцерт из фильмов тридцатых пятидесятых годов. И Интерна, какую песню вы хотели бы спеть? Я говорю, я знаю сразу какую. Какую? Которую пела героиня Лиды Смирновой в «Моей любви». И она говорит, правда? А как песня называется? Звать любовь не надо. Явиться незваной. И я стала читать эти стихи. Вот ведь как писали, да? Если все не так, если все иначе, если думать нету воли, если сон бежит, если сердце плачет, плачет от невысказанной боли, если дни свои этой болью меришь, если никому не веришь, если расставаясь, встреч не хочешь вновь, значит ты ушла. Моя любовь. Это же надо было такие стихи написать очень давно. В 41-м Вы знаете, я только сегодня вдруг услышала эти слова. Слова. Вы слышите это? Они просто сегодня. А если первый вариант? Если все не так, если все иначе, если жизнь полна цветами, если день бежит, если сердце плачет, плачет благодарными слезами, если целый мир стал для сердца тесен, если воздух полон песен, если расставаясь, ищешь встречи воно, значит ты пришла. Моя любовь. Ну так просто, ну до невыносимости. Понимаете? И когда ты это поешь, и когда ты это читаешь, и ты понимаешь, что так вот так оно легко и в жизни. Вот когда ты мчишься, когда у тебя все летит и мир полон цветами, это любовь. А когда никому не веришь, когда не только боль и не хочешь, ее нет. К сожалению, такой закон. Ирина Петровна, в интервью, которое мы взяли у ваших коллег, которых вы выбрали, звучал один общий гипотетический вопрос. Какой мужчина должен был бы быть рядом с вами? Они ответили все. Миркурбанов Игорь сказал, что с вами любой мужчина будет чувствовать себя талантливым, состоявшимся и сильным. У Игоря Верника немножко другое мнение, послушайте. Так. И вот теперь задаем вопрос, каким должен быть мужчина рядом с такой женщиной? Каким, чтобы не чувствовать себя подавляемым ее этой аурой королевской, всяческой? Муж должен быть, давайте, он должен быть, конечно, умным, очень, ироничным, сильным, тоже самодостаточным, широким, свободным, уметь прощать ее капризы, капризы с высокой, с большой буквы К, уметь прощать ее слабости, которые, опять же, являются ее и силой, уметь прощать ее силу, понимать ее силу. не просто, конечно, найти такого мужчину, и, знаете, много мифов, много легенд, я, конечно, знаю какие-то истории, связанные с Ириной Петровной, и знаю, есть факты биографии, Думаю, что мужчины, как правило, сталкивались с одним и тем же, с тем, что рядом с неординарной женщиной до такой степени одаренной. очень непросто. Да, умница, Игорек наш, умница. Но совсем неожиданный ответ о том, какой мужчина должен быть рядом с вами, мы услышали от Александра Семчуга. Ну-ка. Это смешно и трогательно. Ну-ка. Ну, наверное, такой, как я. У нас женщина. с которой должен быть мужчина. Прежде всего. Под мужчиной я подразумеваю мужчину не всякого. Мужчину избранного ею. Как-то я пробовал шутить на эту тему, и мы с ней договорились, если бы лет 20 назад нам отмотать, может быть у нас что-то и получилось. Ой, моя ласта. Да, а чем черт не шутит? Дело же такое. Роза не знаю, рассматривала она меня с этой точки зрения или нет. Вот. А я прикидывал в тихове. Ну, она же чем-то какая. вот так. Какие ребята у меня талантливые. Тепло относятся, мне очень приятно. Прямо, знаете, меня согрили душ. У нас с вами был изумительно интересный разговор. Я даже не чувствовала камер, я даже не чувствовала, что я в студии. Мне с вами было очень откровенно, просто и легко. Спасибо вам. потому что не с каждым человеком я испытываю такую возможность соединения душевного. Потому что вы такая. Спасибо вам большое. Ирина Петровна, я вам безумно благодарна. Вы знаете, сегодня, это тоже не у всех так бывает, я видела, как меняется ваше лицо от начала программы к концу. Обычно люди устают к концу программы. Я наоборот. А у меня ощущение такое, что от какой-то настороженности и ощущение, что может быть что-то будет не так, вы вдруг пришли к какой-то открытости и абсолютной молодости. За что я вам безумно благодарю. Посмотрите, пожалуйста. Никогда невозможно забыть, что это женщина. Никогда невозможно отделить актерскую сущность от женской сущности. Она замечательная, она красавица, она ранимая, почти гребенок местами. Это безумное счастье близко быть знаком с Элиной Петровой между чьимами. Прекрасной женщиной актрис. КОНЕЦ Продолжение следует...